Я смотрел по телевизору митинги в нашей стране и до конца не понимаю, зачем люди это делают. Потому что я знаю, что сейчас как никогда наш президент и наши вооруженные силы нуждаются в нашей поддержке. Потому что всех нас должно волновать, победит ли наша страна или проиграет. Это от Бога. Это от Бога. Мы вместе с вами сейчас это разберем. Потому что одно из имен Господа, Господь Саваоф, что значит Господь воинствующий. Он Бог, который имеет имя Саваоф, Господь воинствующий. И это нельзя вычеркнуть из Библии. Весь Ветхий Завет, включая Новый, говорит о том, что воины были всегда. И написано о том, что иногда даже Бог говорил, кому куда нападать. Поэтому, чтобы не заблудиться и не начать в своих рассуждениях занимать ту или иную позицию, уйти в философию или стать предателем, нужно просто помнить это местописание. Всех почитайте. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Наша задача сейчас поддерживать своего президента. Наша задача поддерживать свой народ, не чужой. Почему? Потому что есть такое выражение, что Бог никогда не будет защищать наши чувства. И Он никогда не будет защищать наши права. Он всегда будет защищать свои заповеди, в которых вшиты и чувства, и наши права. Библия говорит, нет ни одной войны, которую не попустил бы Бог. Нет ни одного разрушения в городе, которое Бог бы не попустил. Но сегодня вопрос очень жестко стоит. Он стоит ребром. Понимаете? Прав будет тот, кто победит. Потому что есть даже такое выражение, кто сильнее, тот и прав. Этот вопрос можно было задавать до войны, но когда война уже случилась, она есть. Теперь правым будет тот, кто победит. Если победим мы, мы будем диктовать права. Если победим не мы, нам будут диктовать права. Нужно было думать до войны. Всем нам. Так случилось. Что сегодня там, на поле боя, один и второй будут стоять, и кто-то останется жив, а кто-то умрет. И Бог говорит, что ты должен братство любить, и царя чтить, и за победу родить. Мы посчитали нужным сказать вам сегодня, драгоценное, что ваш пастырь вошел в свое призвание. Вы все поддерживаете и благословляете это решение, которое принято нами. Аминь. Слава Богу. Давайте вместе скажем Алексею Аксиос. Аксиос. Еще раз. Аксиос. Аксиос. То есть достоин. Аминь. Он достойный. Он достоин. Он прошел этот путь. Он показал верность Господу. У него благословеннейшая семья. Команда очень сильная. Служители. Церкви. И поэтому хочу ему пожелать только одного, чтобы он не остановился на достигнутом. Потому что самое сложное бывает, когда ты достигаешь определенного положения, позиции, и кажется, все. На самом деле это только начало. Начало большого пути. Не только в достижении следующих целей, но прежде всего в исполнении воли Божьей. И я вот верю, что он сейчас на очень хорошем старте. И этот старт, он будет ознаменован следующими победами, благословениями, испытаниями, искушениями. Естественно, все это будет. Но я знаю, что тот, кто в нем, он сильнее того, кто в мире. Как в Библии написано, что сильный все делает произвольно. Я вижу, как сильные три мужа Божьих, три епископа, полагали меня. Так и я верю, что как сильные я принял это рукоположение. Я принял передачу даров. И я, конечно же, хочу, чтобы Бог благословил через меня служение, благословлял людей. И я оправдал то доверие, которое мне оказано Богом.